Остыло внутри, как холодец, наверное. Ой, подождите, что, всё? Я подключаю. Камера немножко отстаёт, правильно? Да, это мы видим то, что с сервера идёт, то, что видит область. Итак, уважаемые дамы и господа, сегодня 10 декабря, 14 часов 4 минуты. Надеюсь, что уже все студии подключились. Вижу, синхронизируются ещё несколько студий. Справа внизу будет появляться синхронизация. И мы можем начинать наше сегодняшнее занятие. Доски активны нулевая и первая. Сейчас я активирую нулевую доску, и мы начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, Касован Наталья Анатольевна, врач-нефролог, заведующий нефрологическим отделением областной клинической больницы и выполняю такую очень важную функцию, как областной внештатный нефролог. Задача наша сегодня – познакомить вас с хроническими болезнями почек в семейной медицине, познакомить вас с классификацией хронических болезней почек и остановиться на основных моментах диагностики, лечения и классификации, которые встречаются на местах с целью оказания вам помощи для оказания помощи нашим пациентам. Ну, таким путём мы начинаем. Хроническая болезнь почек имеет такое название – это поражение почек длительностью более трёх месяцев, проявлением которого являются структурные или функциональные нарушения органа с наличием или отсутствием снижения скорости клубочков фильтрации. Если есть возможность, мы манифицируем этот диагноз патоморфологическими изменениями почечной ткани и изменениями в анализах крови и мочи. И второе – это когда мы имеем скорость клубочковой фильтрации меньше 60 мл в минуту длительностью 3 и более месяцев при отсутствии каких-либо признаков поражения почек. По классификации современной, которая была принята на втором съезде нефролога в 2009 году, все эти болезни делятся на первичные гламурулярные поражения, вторичные гламурулярные поражения, обусловлены системные болезни снижительной ткани, системные воскулиты, сахарный диабет первого и второго типа, первичный или вторичный амилоидоз, вирусные гепатиты В, С, СПИД, артериальная гипертензия любого генеза, поздний гистоз и другие причины. Причем сегодня действительно на первое место выходит у нас патология сахарного диабета и артериальная гипертензия любого генеза. Третьим пунктом является наследственная нефропатия, которая подразумевает гламурулярные, тубулярные и кистозные. Кистозные – это очень известное заболевание, распространенное поликистоз почек. Четвертое – это хронические неинфекционные тублоинтерсоциальные поражения почек, хронический пиелонефрит, который может быть как осложненный и неосложненный, хронические поражения и болезни трансплантированной почки. Прежде чем поставить диагноз хронической болезни почек, нужно определить скорость клубочковой фильтрации. Сама по себе хроническая болезнь почек подразумевает пять стадий. Каждая стадия характеризуется определенным уровнем креотинина мочевины и определенным уровнем… там можно другой слайд, там где определение скорости клубочковой фильтрации. И уровень креотинина и определение скорости клубочковой фильтрации. Так вот, именно эта скорость клубочковой фильтрации очень точно характеризует функциональное состояние почек. И для его определения мы используем возраст, массу тела, вес и уровень креотинина. Расчет идет на определение скорости клубочковой фильтрации по формуле Кокрофт-Голта. И мы вам там предложим потом доступ в интернете, где можно взять этот адрес и рассчитывать эту формулу уже в электронном таком варианте, по компьютеру. Характеристика стадии хронической болезни почки по скорости клубочковой фильтрации. Значит, как я сказала, что хронические болезни почек имеют пять стадий. Вот мы рассматриваем с вами первую стадию. Это поражение почек с нормальной или увеличенной скоростью клубочковой фильтрации. А именно, на местах мы имеем возможность с вами определить креотинин, который должен быть меньше, чем 0,123. А вот скорость клубочковой фильтрации должна быть выше 90. Что делать в этой стадии? Если у нас есть такой пациент, и мы определили этот креотинин, мы должны диагностировать основное заболевание, оценить скорость прогрессирования этого заболевания, и лечение должно быть направлено на лечение основного заболевания. Хроническая болезнь почек второй стадии. Это поражение почек уже с умеренным уменьшением скорости клубочковой фильтрации. А именно, креотинин крови в пределах 0,123-0,176 микромоль на литр. При этом скорость клубочковой фильтрации в пределах 60-89. Диагностика заболевания, лечение заболевания, и уже на этой стадии больной должен быть направлен на третий этап оказания медицинской помощи, то есть к нефрологу в специализированное отделение. Хроническая болезнь почек третьей степени. Это уже идет средняя степень снижения скорости клубочковой фильтрации и начальная почечная недостаточность. Так вот, больные с хронической болезнью почек третьей степени, как правило, впервые попадают только на прием к врачу. Скорость клубочковой фильтрации у них уже 30-59. Здесь уже идет подготовка от больного к заместительным методам терапии. Такие больные должны лечиться и наблюдаться только на третьем этапе оказания медицинской помощи. Хроническая болезнь почек четвертой степени, это уже скорость клубочковой фильтрации 15-29 и кретинин в пределах 360-528. Диагностика лечения осложнений и подготовка к гемодиализу. Хроническая болезнь почек пятой степени, терминальная почечная недостаточность, когда кретинин свыше 0-528, а скорость клубочковой фильтрации меньше 15. Как правило, мы встречаем пациентов на нашем этапе с первой выявленной патологией, с хронической болезнью почек третьей и пятой стадии. Когда мы начинаем спрашивать у пациентов, чем болел, как болел и что было, издавал ли анализы мочи, как правило, говорят здоровы, ничем не болели, анализы мочи в норме. Так не бывает. Поэтому, пока мы рассматриваем этот слайд, просьба к врачам, если только есть минимальные изменения, а именно те, которые больше трех месяцев, если есть снижение скорости клубочковой фильтрации и рост азотистых шлаков, пожалуйста, эти пациенты все должны быть у нефролога в специализированном отделении. Если учитывать эту новую классификацию, как правильно поставить диагноз? Имеем больного с первичным хроническим поражением почек. Мы сначала устанавливаем стадию ХБП, то есть это мы уже знаем, первая, вторая, третья или четвертая по уровню кретинина. Обязательно устанавливаем нозологическую основу. Гламеролонефрит, это или это какой-то коллагеноз, или система. Если этот больной был уже на этапе ОКБ, мы делаем нефробиопсию и устанавливаем морфологический диагноз. Обязательно указываем наличие нефротического или нефротического синдрома и осложнений в виде артериальной гипертензианомии, либо осложнений сопутствующей патологии. В случае вторичного хронического поражения почек, то диагноз формулируется таким образом, то есть идет нозологическая основа заболевания ХБП, это основное. Затем мы указываем стадию, наименование болезни почек, если имеем морфологическую верификацию, это указываем, обязательно нефротический или нефротический синдром и обязательно осложнение артериальной гипертензии, анемии. Как правило, мы не можем определить нозологическую основу первичного и вторичного хронического поражения почек. Пришел больной с определенными жалобами, вы видите изменения в анализах мочи не специфические ни для какого заболевания. Вы хотите его направить к нефрологу, ставите диагноз просто хроническая болезнь почек, указываете синдром нефротический или нефротический, указываете наличие артериальной гипертензии, анемии и с таким диагнозом, без верификации гламуролонефрит, пиелонефрит или системное заболевание, вы направляетесь. Диагнозом просто хроническая болезнь почек. Следующее – это острые поражения мочевой системы. То есть это поражение почек длительностью менее трех месяцев, проявлением которого является структурное или функциональное нарушение органа. Либо, может быть, а может не быть, снижение скорости клубочков фильтрации. То такое состояние расценивается как острый процесс. То есть менее трех месяцев это заболевание носит острый характер. И расценивается либо это острый гламуролонефрит, либо это острый интерсоциальный нефрит. Значит, ну, в принципе, как формулировать диагноз острых поражений органов почек системы, я уже сказала. Это название болезни по номенклатуре, морфологическую верификацию на острые ситуации мы тоже не проводим, наличие нефротического синдрома гипертензии, нарушение функции почек и осложнение, которое сопутствует эту патологию. Теперь самое важное – синдромы, которые характерны для всех в основном заболеваний почек. Это нефротический синдром. При этом протеинурия больше 3,5 грамм в сутки, это гипопротеинемия меньше 60 грамм на литр, это гиподиспротеинемия и гиперхолестеридемия, а проявляется это в основном отеками. А вот нефротический синдром – это когда имеется протеинурия, она может быть меньше 3,5 грамм, но она соединена с гипертензией и нарушенной функцией почек. Наличие анемии определяется тоже по определенным критериям. Для женщин при менопаузе гемоглобин должен быть не менее 110 грамм на литр, а для мужчин и женщин в постменопаузе он должен быть не менее 120 грамм на литр. Все остальное – это уже анемия, которую мы расцениваем как анемия легкой степени, анемия средней степени, анемия хронического заболевания. Пример теперь диагноза. Вот у нас первичные гламурулярные болезни. Мы с вами ставим на первое место, как говорили, хроническая болезнь почек. Мы обязательно указываем стадию. Стадия – это скорость клубочков фильтрации и кретинин. Обязательно надо указывать парфологическую форму заболевания, но это в основном устанавливается на нашем этапе в областной клинической больнице. Обязательно указываем синдром, который мы уже с вами знаем, нефротический синдром или нефротический. Артериальная гипертензия, анемия. И шифруется такое заболевание по МКБ-10 N04-1. Ну, ниже здесь еще пример. Хроническая болезнь почек 2. Гламуральный фрит. Мы не знаем его морфологическую ситуацию. Мы указываем нефротический синдром, артериальная гипертензия. И код идет просто N04. Это код острого заболевания. Теперь пошли вторичные глобулярные поражения почек, обусловленные системными болезнями соединительной ткани. К сожалению, с учетом выраженной сенсибилизации, с учетом очень сложных таких этиологических моментов, это и питание, и воздух, все сейчас очень много системных заболеваний. Ну, пример. Это вот именно системная красная волчанка, которая встречается сейчас даже у молодых людей, и особенно у людей во время беременности идет обострение и в послеродовом периоде. Диагноз звучит так. На первое место мы устанавливаем системное заболевание. Системная красная волчанка со всеми ее проявлениями. Активность, хроническое течение, с поражением других органов. Все перечисляем, что мы имеем. Дальше идет хроническая болезнь почек, пятая стадия, люпус, нефрит, артериальная гипертензия, анемия. Ниже тоже тот же диагноз, приводится только по-другому. То есть, когда у нас есть нефробиопсия, мы указываем все подклассы. Морфологический, нефротический синдром, артериальная гипертензия, анемия. Поражение почек обусловлено системными воскулитами. Геморрагический воскулит с поражением почек. Диагноз звучит так. Геморрагический воскулит, тоже со всеми его проявлениями. Я здесь не указывала. Все, что там мы имеем, мы указываем. И хроническая болезнь почек 2. Обязательно морфологический класс. Если его нет, мы это не указываем. А мы пишем, как вторично-хронический гламуролонефрит, артериальная гипертензия и анемия. Я привела здесь еще пример амилоидоза. Поскольку он сейчас встречается тоже все чаще, то будет звучать диагноз так. Вторичный системный амилоидоз. Тоже указываем, на чем он проявился. Это либо бронхиальная астма, это ревматоидный артрит, это достаточно этих заболеваний. И указываем наш КБП-3. Амилоидоз почек, нефротический синдром, анемия. И шифруется по МКБ-10 Е85-3. И добавляем наш диагноз. Диагноз Н-083, наш код. Диабетическая нефропатия. Я только приведу пример диагноза, потому что на этой теме мы остановимся отдельно. Сахарный диабет, второй тип. Хроническая болезнь почек, третья стадия. Диабетическая нефропатия. Указываем синдром и указываем осложнение. Это будет отдельный доклад. Более подробно об этом расскажет. Очень важное, нужно уделять внимание сегодня, и раньше никогда эта тема не рассматривалась, это гипертензивная нефропатия. Это осложнение гипертонической болезни, которое характеризуется прогрессирующим гламуролосклерозом с последующим развитием ХПН. Часто гипертензивная нефропатия сосчитается с остенозом почечной артерии. И такие еще гипертонии, они называются как реновоскулярные. То есть, когда идет врожденный стеноз почечной артерии, когда идет стеноз артерии атеросклеротического генеза, особенно когда мы встречаем молодых людей до 20 лет, и у него уже имеется артериальная гипертензия, это как правило имеет сосудистый генез гипертонической нефропатии. Когда гипертензия носит прогрессирующий злокачественный характер, когда имеем азотемию при отсутствии каких-то морфологических и клинических факторов, мы имеем только повышение кретинина мочевины и артериальную гипертензию неуточненного генеза. Диагностика таких реновоскулярных гипертензий – это только ангиография, и такие лица должны обследоваться только на этапе областной клинической больницы. Первым проявлением возникновения гипертонической нефропатии – это формирование стойкой гиперфильтрации и усиление проницаемости гламерулярной базальной мембраны для альбумина. То есть все мы знаем это понятие – микроальбуминурия. Если это уже есть, это говорит о том, что уже имеются начальные признаки склерозирования сосудов, и такой больной обязательно тоже должен лечиться уже в специализированном отделении. Больных с артериальной гипертензией и поражением почек следует относить к категории высокого риска. По МКБ-10, как звучат эти диагнозы и как их нужно шифровать? Существует гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек и наличием почечной недостаточности. Это И-12-0. Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности – И-12-9. И реноваскулярная, о которой я только что рассказала, И-15-0. Например, у нас звучит диагноз – гипертоническая болезнь. Мы указываем все стадии, мы указываем риски, мы указываем свечную недостаточность, все, что можно отнести к гипертонической болезни. Указываем хроническую болезнь почек третьей стадии и указываем гипертензивная нефропатия. Дело в том, что сейчас вот по новым данным, по новым таким свежим данным, значит, мы можем иногда писать, при гипертонической болезни есть такой, так звучит, кардиоренальные синдромы. Так вот, можно иногда еще ставить, как гипертоническая болезнь, когда только начальные проявления, мы указываем кардиоренальный синдром первой степени. Это то же самое. Это гипертоническая болезнь с поражением почек без почечной недостаточности. Или кардиоренальный синдром 2, это вот, которая сказала, это с преимущественным поражением почек и с почечной недостаточностью. Ну, это как вам будет удобно. И так будет правильно, и так будет правильно. Поражение почек у беременных, сплошь и рядом, это очень ответственная группа пациентов. До 20 недель беременности они наблюдаются, если есть какие-то проблемы, у нефрологов, гинекологов, и, как правило, мы их берем на себя. Нефрологический стационар. Свыше 20 недель беременности они наблюдаются уже у гинеколога, в роддомах или в женской консультации. Если мы имеем протеинурию у беременной, значит, диагноз звучит так. Беременность, ну, я так образно написала, 24 недели, это может быть 23, это 22, как угодно. И протеинурия, имея место, право так написать, просто протеинурия и наблюдаем за этой пациенткой. Беременность 24 недели, эссенциальная гипертензия, наличие гипертензионного синдрома. Либо более тяжелая стадия, это протеинурия с артериальной гипертензией, которая в итоге приводит к преэклампсии, средней степени тяжести. Ну, и беременность 36 недель, это, не дай бог, конечно, эклампсия. То есть, вот это уже, когда идет преэклампсия, это уже не наши пациенты, это уже пациенты роддомов и гинекологов. Паранеопластическая нефропатия, просто я вам приведу, как правильно поставить диагноз, потому что это тоже сплошь и рядом. Очень часто больные с одной почкой, очень часто рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы, и действительно есть паранеопластические нефропатии сплошь и рядом. Как правильно поставить диагноз? Образно напишу почечный, клеточный рак, тоже указываем там с метастазовым, безметастазовым, и указываем обязательно операцию. В каком году, в месяце было сделано, что было проведено в этом направлении, химиотерапия или научевая терапия, это имеет значение. И указываем дальше, хроническая болезнь почек, как правило, это мембранозная нефропатия, но можно написать паранеопластическая нефропатия, и осложнения, если они таковые имеются, артериальная гипертензия и анемия. Шифруется вот такое, идет как онкопатология C64, и поражение почек при онкопатологии тоже, N083. Дальше у нас идет острый тублоинтерстициальный нефрит, который мы с вами знаем по международной классификации C10, как, ну вот он там идет как острый тублоинтерстициальный нефрит с нарушением функции почек. Ну, в быту вот среди всех врачей он идет как острый пиелонефрит. Шифруется он как N10. По МКБ-10, ну вот то, что я сказала, как острого и хронического пиелонефрита, как самостоятельный хорубрит не существует, и поэтому иногда путаются и неправильно их шифруют. Он есть как острый и хронический пиелонефрит, как острый тублоинтерстициальный нефрит, хронический тублоинтерстициальный нефрит и неуточненный острый или хронический тублоинтерстициальный нефрит. Сейчас я коротко хочу остановиться, что же такое острый тублоинтерстициальный нефрит. Это острое повреждение почек вследствие интерстициального воспаления в интерстиции. Таким образом, в результате острого очага образуются инфильтраты. И чем больше инфильтратов, тем больше они сливаются и образуются гранулёмы, которые замещают межуточную ткань. И при этом происходит отёк интерстиции и тубулярные поражения разной степени выраженности. При остром интерстициальном нефрите в интерстициальной ткани преобладают воспалительные изменения, которые в тяжёлых случаях и приводят к развитию острой почечной недостаточности. Но если своевременно обратить внимание, заметить и всё, то прогноз острого интерстициального нефрита в большинстве случаев бывает благоприятным. Так вот, его различают как инфекционный и неинфекционный. Я вот сразу сейчас рассказала о неинфекционном тублоинтерстициальном нефрите. Причины его возникновения, и нужно обращать внимание, это сплошь и рядом. Это медикаментозные, длительное назначение антибиотиков, пенициллины, цифалоспорины, тетрациклины, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные препараты, антикоагулянты, варфарин, диуретики, иммунодепрессанты. Инфекции. Это прямое воздействие бета-гемолитического стриптокока, лептоспироз, бруцеллез. И, как правило, эти острые возникают при сепсисе любой этиологии. Токсическое поражение интерстиции химического или растительного происхождения. Это отравление грибами, это соли тяжелых металлов, это суррогаты алкоголя. Всё что угодно, которое имеет токсическую генезу. Интоксикация. Это гепатотоксины. Системные заболевания. Системная красная волчанка, мы об этом уже говорили. Это, как правило, невоспалительное, небактериальное интерстициальное поражение. Крис отторжения трансплантата. Гранулематоз вегенера. Это заболевания крови. Мейлома, лейкемия. Метаболитные нарушения сплошь и рядом. Подагра. Идёт поражение почек. И существует такое понятие, как мы все знаем, подагрическая некропатия, подагрическая почка, которая приводит, к сожалению, очень быстро к развитию нефросклероза. И заболевания, возникающие на фоне сниженного иммунитета. Это ВИЧ и туберкулез. Какие же диагностические критерии острого интерстициального нефрита? Как правило, развивается почечная недостаточность. Но для этого нужно сразу определить этиологический фактор. То есть, это либо тот или иной лекарственный препарат, либо это инфекционное заболевание. Острое начало. Это 3-5 дней после возможного воздействия. Обязательно анамнез. Обязательно спрашивать, что принимал, что пил, где был. Бывает очень часто люди с сёл, где-то какие-то мыши, какие-то грызуны. Токсические там всякие факторы травят этих мышей. Вот сейчас у нас двое больных таких были с токсическим поражением печени и почек. Очень тяжкие такие больные. Обязательно анамнез. Отсутствие фазы олигоанурия. Наличие мочевого синдрома, протеинурия, гематурия. Но это не обязательно и в разной степени выраженности. Гипоизостенурия до развития почечной недостаточности. Повышение уровня креатинина на фоне сохранённого диуреза. Или же даже полиурия. Отсутствие других причин острой почечной недостаточности. Это сепсис, аборт. Отсутствие гиперкалиемии. Характерно для острой почечной недостаточности. И вот теперь уже острый пиелонефрит, который мы все знаем и всё списываем на этот острый пиелонефрит. Это эпизод бактериально обусловленного поражения интерстиции почек. То есть уже бактерий. То есть уже инфекционное начало. Он может быть неосложнённый. И осложнённый острой почечной недостаточности. Как правило, мы с вами встречаемся в основном с катаральными формами острого пиелонефрита. Который может перейти в апостематозный. Это либо неадекватное лечение, либо рецидив. Либо, как правило, это встречается при сахарном диабете. Это может быть при беременности. Потом он переходит в гнойный, эмфизоматозный. Но это уже удел урологов. А всё оно называется как острое острогнойное повреждение почек. Вот этот острый пиелонефрит. Классификация острого пиелонефрита обязательно нужно указывать по количеству. Правосторонний или левосторонний. Первичный он или вторичный. Если он вторичный, это при сахарном диабете. Это мы с вами говорили, там, другие заболевания. Первичный, вторичный. Острый хронический по путям проникновения инфекции. Нисходящий, он встречается реже. Восходящий чаще. Он может быть обструктивный, если имеется наличие мочекаменной болезни. Либо с давлением очиточника. Либо всевозможные аномалии развития. И мы с вами сказали, он может быть сирозный и гнойный. Очень часто мы видим и ставим такой диагноз. Раньше мы об этом не говорили. Это инфекция мочевыводящих путей. Сплошь и рядом. Это не острый пиелонефрит. Он может быть из инфекции острого хронический. Воспалительный процесс слизистого, подслезистого и мышечных слоев мочевого пузыря. Это инфекция мочевыводящих путей без определения топики, острый хронический цистит, уретрит и уретральный синдром. Как правило, с такими инфекциями мы встречаемся. Но если это уже более серьезные уретриты или хронические циститы, то ими занимаются урологи. Теперь хронический тублоинтерсоциальный нефрит. Мы его шифруем по МКБ-10 как Н118. То есть в эту рубрику тоже сводятся все пиелонефриты, которые мы знаем. Но они тоже делятся на абактериальный и бактериальный. То есть пиелонефрит это не специфическое инфекционно-воспалительное заболевание, инфекционно-воспалительное уже почечного интерстиция с последовательным поражением всех почечных структур. И приводит к образованию чугового нефросклероза. Также его различают, как я сказала, инфекционные и неинфекционные. Причины те же самые, которые бывают и при остром, которые мы разобрали. Это медикаментозные, это инфекции, это токсические, интоксикации, системные заболевания, метаболитные нарушения и заболевания, возникающие на фоне сниженного иммунитета. Это хронический тублоинтерсоциальный нефрит неинфекционного происхождения. Факторы, способствующие развитию пиелонефритов, а именно уже бактериальных, инфекционных. Он вызывается инфекцией. Но существует еще ряд факторов, которые провоцируют развитие этой болезни. Это болезни мочевыводящих путей. В частности, это когда нарушается отток мочи. Это когда инвазивные методы обследования и лечения. Всевозможные инструментальные. Это катетеризация мочевого пузыря. Это когда мочи и спускание через катетер. Всевозможные урологические исследования. Это когда имеются камни в почках. Это когда угнетенное состояние иммунной системы. И отдельно я, конечно, выделила. Это сахарный диабет. Это БИЧ. Сахарный диабет, как правило, имеет очень тяжелое течение хронического пилонефрита. Это беременность. А также этому способствует развитие переохлаждения, неправильное питание, а витаминоза. Пилонефрит, являясь в начале очаговым процессом, с каждым новым обострением, с каждой новой атакой, принимает диффузный характер. И после исчезновения воспалительных инфильтратов в интерсоциальной ткани, не происходит истинного восстановления межуточной ткани. А вот на месте погибших элементов почечной паранхимы развивается рубцовая ткань. Чем чаще обострение пилонефрита, тем быстрее развитие нефросклероза, развитие хронической почечной недостаточности. Первичные и вторичные острые пилонефриты могут протекать в начале, я уже говорила, сирозные, гнойные. При этом, как определить, значит, это прежде всего ультразвуковое исследование. В этом случае почка увеличена в размерах, почка напряжена. Это мы видим по УЗИ. Паранефральная клетчатка значительно отечна. А вот микроскопически обнаруживаются многочисленные перевоскулярные инфильтраты. И под влиянием соответствующего лечения эта стадия претерпевает обратное развитие. А вот сирозный острый пилонефрит может перейти в стадию гнойного воспаления. И самое распространенное и сложное – это апостоматозный нефрит. Но, опять же, это сахарный диабет, это, опять же, беременные. Это метастатический нагноительный процесс, одна из последующих стадий острого пилонефрита. При этом корковое вещество почки как на поверхности, так и на разрезе усеяно мелкими гнойниками. Ну, тут уже, конечно, подключаются урологи. И иногда даже такие больные оперируются. Хронический пилонефрит – это инфекционно-индуцированное очаговое воспаление интерстиции почек с формированием рубцов, с последующим поражением всех структур. Оно имеет фазу обострения, стадию латентного течения и фазу ремиссии. Дополнительные характеристики, если имеются какие-то осложнения – это гипертензия, транзиторная почечная недостаточность, который может быть в стадии обострения, и истинная хроническая почечная недостаточность. Необходимо разграничивать понятие острый пилонефрит, хронический пилонефрит и рецидивирующая инфекция, реинфекция, обострение и неудачное лечение. Как правило, мы тоже получаем таких больных, написали обострение и на этом все закончено. Больной получил лечение в течение 7 дней, и потом непонятно, почему у него все равно сохраняется субфибрилитет, сохраняется изменение в анализах мочи. Так вот, существует такое понятие реинфекции. Как правило, это 80% рецидивирующей инфекции. Это восстановление бактериурии с ранее выделенным штаммом, как и теологическим фактором, через 7-10 дней после адекватной терапии. Тот же микроорганизм встречается, если он персистирует в периуретральном участке. Это реинфекция. А вот обострение – это восстановление бактериурии, того же самого микроорганизма, которого мы выделили при посеве мочи, до 21 дня после адекватного лечения антибиотиками, что сначала привело к стерилизации мочи. Поэтому бактериальный посев мочи нужно делать на 7-11 день после окончания курса антибактериальной терапии. Чаще всего обострение такие встречаются в урологической патологии. И неудачное лечение, сплошь и рядом. Это невозможность достичь стерильности мочи во время терапии. Либо доктор назначен лечение, и пациент ушел, и его рекомендации не выполнен. Либо недостаточная доза, либо назначен антибиотик без посева мочи, и эффекта, это имеется нечувствительность микроорганизма, который используется. Либо имеется снижение клубочковой фильтрации, не рассчитана доза антибиотика. Либо когда есть отеки, есть гипопротеиномия, не идет. То есть препарат антибиотик, он является слабой, обладает слабой биодоступностью. Ну, основные моменты, я так скажу, потому что все лечение рассказать невозможно. Каждый больной требует индивидуального подхода. Но препаратами выбора являются вторхинолоны, левофлоксацин, норфлоксацин, цифрофлоксацин. Альтернативой могут быть цифлоспорины 2-3 поколения, цифороксин, цификсин. Лечение сначала обязательно нужно начинать с парентерального ведения, до нормализации температуры тела. Можно продолжить лечение парентерального, либо можно перейти на парентеральный прием. Длительность лечения 2 недели. Обязательно то, что мы говорили, с последующим бактериальным посевом мочи. При рецидиве лечения, эту дозу антибиотика продолжает еще одну неделю, до полной эрадикации возбудителя. При реинфекции, о которой мы говорили, что, соответственно, бак посева мочи, еще 2 недели. Либо это тот возбудитель, мы продолжаем тот же антибиотик, либо если присоединяется еще другой возбудитель, мы его меняем и продолжаем еще лечение 2 недели. В дальнейшем идет длительная профилактика рецидивирования заболевания. Это всевозможные пробиотики или кран, который принимается 5 дней в неделю на протяжении 6 месяцев. Очень часто тоже обращаются к нам специалисты и говорят, что делать. Есть вот такая бессимптомная бактериурия. Клиники нет. Анализы мочи в пределах нормы. Температуры нет. Но есть бактериурия. Что это такое? Это наличие у женщин колониальных единиц, где-то 10 в пятой степени, либо более, в средней свободно выпущенной порции мочи, но собранной дважды, с интервалом 24 часа, с наличием одного и того же возбудителя. Имеет право считать, что это бактериурия. У мужчин в однократном исследовании средней порции мочи, когда мы имеем 10 в пятой степени колониальных единиц в миллилитре бактерий, это уже бактериурия. Лейкоцитурия, она может быть, может отсутствовать. Что делать? В общем-то, такие больные нуждаются в наблюдении. Но показания для назначения антибактериальной терапии пациентам без симптомной бактериурии – это беременность. Обязательно. Мы используем фосфорал, 3 грамма однократно, или трехдневный курс. Альтернативой может быть амоксиклав, цифуроксин, нитрофурантаины, за исключением третьего триместра беременности. И, как мы уже говорили, через 2 недели обязательно проведение бак посева мочи. Ну, с пилонефритами мы, в общем-то, чуть-чуть закончили. Теперь пошли, ну, очень такая основная группа, очень тяжелая. Это гламурононефриты. Острый гламурононефрит. Это постинфекционный, диффузный, пролиферативно-экседативный гламурононефрит, который имеет непродолжительное течение и заканчивается в большинстве случаев полным выздоровлением. Звучит, пишем, острый гламурононефрит, нефритический синдром. Обязательно лабораторные исследования. Ну, тут я, может быть, и не буду так уже останавливаться. Это стандарт обследования. Здесь ничего такого сложного нет. Поэтому это общий анализ крови, общий анализ мочи, моча Пани-Чапаренко, проба Земницкого, биохимические исследования. Единственное, что с учетом того, что это острый процесс, мы должны наблюдать за таким пациентом в течение года. Несмотря на то, что мы считаем, что острый гламурононефрит – это менее трех месяцев, так как мы говорили, имеем право поставить острый процесс, но эти больные нуждаются в наблюдении в течение одного года. Это исследование мочи в течение трех месяцев, потом один раз в шесть месяцев и в течение года. Если за год изменений в мочи нет, пациент себя чувствует нормально и никаких осложнений нет, диагноз острый гламурононефрит может быть снят. Очень грозная форма гламурононефрита – быстро прогрессирующий гламурононефрит. Он включает в себя, как правило, нефротический синдром, как правило, высокоартериальная гипертензия, анемия и быстрое снижение скорости клубочковой фильтрации. Еще он называется как подострый, как злокачественный гламурононефрит с полулониями, экстракапиллярный гламурононефрит, некротизирующий гламурононефрит. Это клиникаморфологический синдром. Это может быть вариант течения любого гламурононефрита с быстрым развитием почной недостаточности. То есть почная недостаточность развивается в течение первых трех месяцев и, как правило, заканчивается летальным исходом. Хронический гламурононефрит – это группа иммуновоспалительных заболеваний с преимущественным поражением клубочкового аппарата с разной клиникаморфологической картины, течением и последствиями. Течение гламурононефрита может быть рецидивирующим, либо оно будет спонтанным, либо медикаментозно обусловленным. Можно достичь ремиссии на различной продолжительности. Это может быть и 6 месяцев, это может быть и 2, и 3 года, и 5. Торпидное течение – это медленное прогрессирование процесса и прогрессирующее с быстрым развитием хронической почечной недостаточности в течение 2-5 лет. По функциональному состоянию гламурононефрит может быть без нарушения функции, с нарушением функции почек. Но здесь мы смотрим скорость клубочковой фильтрации, о чем мы говорили, определяем стадию гламурононефрита. При условии проведения морфологической верификации поражения диагноз обязательно дополняется морфологической формой. Морфологическую форму мы делаем у нас. Я ее только перечислю и не буду на ней останавливаться. Это минимальные изменения. Пролиферативный гламурононефрит – это, как правило, острый гламурононефрит. Клубочки увеличены, малокровные, интерстиции набокшли. Мизангиопролиферативный – это наиболее часто встречающий гламурононефрит. И если мы имеем возможность определить иммуноглобулин А, то можно сказать, что этот гламурононефрит еще звучит как бирже. А бирже – это характеризуется тем, что бывает гематурия. А только гематурия без белка. И мы иногда можем даже ставить в таких случаях гематурический вариант, гематурическим компонентом. Мизангиокапиллярный, мизангиопролиферативный, мембранозный. Эти формы – это обязательно нужно делать биопсию, это нужно подтверждать уже в специализированном отделении. Какие же диагностические критерии гламурононефритов? Это предшествующая инфекция, где-то 7-21 день. Это бактериальная, допустим, стрептококковая. Вирусная – это вирус гепатита В, гепатита С. Это вакцинация, доведение белковых препаратов. Это переохлаждение. Как правило, это отеки, как правило, это слабость, это могут быть мышечные боли, это может быть артрология. Возможные проявления артериальной гипертензии, макро-микро-гематурия, боль в пояснице, артрология и сыпь. Лабораторные критерии. Протеинурия. Ну, тут мы уже говорили, мы определяем нефротический синдром или нефротический. Цилиндрурия, гематурия. Анализ крови. Тут возможно увеличение скорости соя. Лейкоцитоз. Звиг лейкоцитарда формулы влево. Возможно, анемия. Биохимические мы тоже говорили. Гипопротеинемия, диспротеинемия. Увеличение альфа-2-глобулина. Гиперхолестеринемия. Увеличение общих липидок. Гиперкоагуляция. И уменьшение цитрифракции комплимента. Основные принципы лечения. В периоде развернутых клинических проявлений заболевания с нефротическим синдромом и в начале обратного развития заболевания лечения осуществляется в условиях стационара. То есть такие больные, конечно, должны направляться в специализированное отделение. Потому что с учетом орфологической формы заболевания лечение разнится. Это могут быть и кортикостероиды, это могут быть цитостатики, это антиагреганты. То есть здесь большая группа препаратов, которые, конечно, нужно решать в специализированном отделении. Самое главное – это диагностировать заболевание и вовремя человека отправить на третий этап оказания медицинской помощи. Ну и я так вкратце остановлюсь. Еще ХПН. То есть это дебют любого заболевания. Это синдром необратимого поражения функции почек, который наблюдается в течение трех и более месяцев. Возникает в результате прогрессирующие гибели нефрона и строма, как следствие любой хронической болезни почек, быстро прогрессирующего, или ОПН, когда период анориз выше трех недель. Ну, больные с ХПН, как правило, это сегодня самый такой вот бич. Таких больных очень много. И я вот уже немножко сейчас отклонюсь от этой темы. Хочу сказать, с учетом того, что я являюсь областным нештатным нефрологом, мы на протяжении уже восьми лет ведем реестр больных с хронической болезнью почек, где указываем основные нозологические формы. Вы о них знаете. Каждый год эти формы 101 и 102 я присылаю в районы, где там звучат такие заболевания, как острый гламуролонефрит, хронический гламуролонефрит, гипертензивная нефропатия, сахарный диабет, поликистоз и есть рубрика «Другие». И у меня убедительная просьба, конечно, к докторам на местах. Это очень важно. Мы создаем отчет для Министерства здравоохранения, для Управления здравоохранения. Таких больных у нас очень много. И для того, чтобы вовремя взять на учет, для того, чтобы им вовремя оказать помощь, а именно гемодиализ, трансплантация почки, перитенальный диализ, у нас должны быть такие сведения. Не должны больные с ХПН поступать в терминальной стадии. Терминальная стадия – это уже симптоматическая терапия. Поэтому у меня убедительная просьба. Пожалуйста, выявляйте этих больных, занимайтесь диагностикой. Если есть какие-то вопросы, у меня как областного специалиста, меня все знают, у всех есть мой телефон. Нужно звонить, не стесняться, спрашивать, направлять. Все, что могу, помогу. Все сделаем. Только, пожалуйста, не берите этих больных на себя. Не задерживайте, потому что в противном случае мы этим больным не можем оказать помощь. И мы их отправляем уже опять на этап ЦРБ для проведения симптоматической терапии. Ну, в общем-то, я сказала так, основное, понемножку. Основные такие показатели. Сейчас еще будет один доклад по диабетическому поражению почек. И потом, если возникнут какие-то вопросы, что-то непонятно, уже в нормальной такой форме, мы, пожалуйста, с удовольствием вам ответим на эти вопросы. Благодарю за внимание. Да, прошу прощения, технический минутный перерыв для перенастройки видео по просьбе периферии. Субтитры сделал DimaTorzok Пока привыкаете. Хорошо. Там не стало поместить. Сиди чуть-чуть перенастрой. Тебе и я заодно чуть-чуть перенастрой. Хорошо. Хорошо. Пока выступал. Нет, прохладно. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Замковая Юлия Григорьевна, врач-нефролог отделения нефрологии областной клинической больницы. Мой доклад посвящен такой проблеме, как сахарный диабет и повреждению почек во время этого заболевания. Специфическое поражение почек при сахарном диабете принято именовать как диабетическая нефропатия. Однако в настоящее время диабетическая нефропатия заменена на термин диабетическая болезнь почек. Диабетическая болезнь почек относится к так называемым поздним осложнениям сахарного диабета, которые развиваются при обоих его типах и являются основной причиной смерти больных. Поздние осложнения являются следствием системной ангиопатии, имеющей разнообразные клинические проявления. Профилактика и лечение клинических проявлений диабетического поражения сосудов занимает важное место в работе врача и существенно влияет на качество и продолжительность жизни больного. Диабетическая болезнь почек это диабет плюс хроническая болезнь почек, как было освещено ранее ХБП. ХБП это наличие изменений в анализах мочи или крови или скорость клубочкой фильтрации ниже 60 мл в минуту, более 3 месяцев, приводит к развитию кардиоваскулярной болезни. Нефрологические проявления при диабете это первое, диабетическая нефропатия, это гломеролосклероз, ишемическая нефропатия, атеросклеротический стеноз почечной артерии, холестериновый микроэмболизм. Третье, это инфекция мочевой системы, популярный некроз. Четвертое, гломеролонефрит, в основном это мембранозный тип. Функциональная ОПН, ипорез, детрузер и обструкция. Скрининг на диабетическую болезнь почек принят еще в 2007 году. Это при сахарном диабете первого типа, через 5 лет после развития заболевания, далее каждый год. Второй тип сахарного диабета, это с момента установления сахарного диабета, при микроальбуминурии от 30 до 300 мг. Также ежегодный скрининг таких больных. Исследование проводится на альбумин, креатинин, мочи, исследование креатинина крови и расчет скорости клубочков фильтрации. Также следует обратить внимание на артериальное давление, если оно больше 130 на 80 мм. Скорость клубочков фильтрации может быть рассчитана при помощи различных формул. Но в настоящее время мы придерживаемся больше формулы Кокрофт-Голд. Она есть в электронном варианте, но у вас представлен вариант такой расчета. Здесь коэффициент 1,23 это для мужского пола. Если перед нами женщина, он меняется на 1,05. Производится расчет. В норме от 85 до 130. Дальше идет расчет почечной патологии. Диабетическая болезнь почек включает артериальное давление выше 130 на 80, альбуминурия, протеинурия более 30 мг на литр, анемию меньше 120 г на литр и скорость клубочков фильтрации ниже 90. Креатинин крови у женщин 107, у мужчин 115. Основные рекомендации по лечению, это, конечно же, оптимизация контроля глюкозы, это как профилактика всех осложнений сахарного диабета. Оптимизация контроля артериального давления, что ведет к уменьшению риска и торможению прогрессирования диабетической болезни почек. Диабетическая болезнь почек. Что же считать гипертензией при диабете? Это наличие сиастолического давления выше 130 и диастолического больше 80 при повторных измерениях. Начинать медикаментозное лечение при гипертонии с учетом сахарного диабета следует при давлении выше 140 на 90. Стартовым препаратом являются ингибиторы АПФ. Дальше предоставлена табличка с учетом стадийности диабетической нефропатии, диабетической болезни почек, категории нефропатии, как проявление повреждения, характеристика протеинурии и артериальное давление. Здесь выделяется 5 стадий в зависимости от поражения. Первая стадия это гиперфункция, гипертрофия. Вторая стадия это микроальбуминурия, это от 30 до 300 мг в сутки. Стадия третья это микроальбуминурия, начальная диабетическая нефропатия, она также называется. Здесь идет диапазон колебаний протеинурии от 300 до 500 мг в сутки. Здесь уже идет повышенное артериальное давление. Если при тех двух стадиях оно могло быть нормальное, либо несначительное повышение, здесь уже идет повышение давления. Четвертая стадия это микропротеинурия, явная диабетическая нефропатия. Когда идет суточная протеинурия более 500 мг за сутки, давление повышенное. И пятая стадия, когда присоединяется хроническая почечная недостаточность, то есть повышение уровня креативной мочевины и идет снижение скорости клубочков фильтрации. Классификация диабетической нефропатии. Первая, диабетическая нефропатия, стадия микроальбуминурии, то, что упоминалось ранее. Вторая стадия, диабетическая нефропатия, стадия протеинурии явной. И третья, это диабетическая нефропатия, стадия хронической почечной недостаточности. Целевые значения в лечении диабетической болезни почек Это артериальное давление меньше 130 на 80 Протеинурия меньше 30 Скорость к бочкофильтрации 90 Тогда препаратами выбора являются ингибиторы АПФ Блокаторы ренин-ангиотензина Тиазидоподобные диуретики Максонидин Также их комбинации При корреляции гемоглобина от 110 до 120 Мы имеем право назначать препараты эритропоэтина И железа Дальше идет третий пункт Направлен на компенсацию сахарного диабета По уровню гликализированного гемоглобина Липопротеиды низкой плотности Должны быть ниже 2,6 ммол на литр Применяются две группы препаратов Это либо статины или фенофибраты Белок пищи должен быть меньше 0,8 г на килограмм И антитромбоцитарная терапия Применяется аспирин Дозировки от 75 до 162 мг в сутки Дальше остановимся на двух На двух препаратах В группах препаратов Ингибиторы АПФ И блокаторов ренина ангиотензина Ингибиторы АПФ Преимущественным выбором Являются при сахарном диабете Первого типа С артериальной гипертензией И микроальбуминурией И блокатор ренин ангиотензина Преимущественным выбором функции почек. При гиперфильтрации скорость клубочков фильтрации, когда больше 90, предпочтение отдаётся мощным ингибиторам ПФ с преимущественным почечным путём выведения. Это препараты периндаприл, лизинаприл и аналаприл. При скорости клубочков фильтрации от 60 до 90 преимущественно отдаётся препарат, опять же, с преимущественным почечным путём выведения. И при сниженной скорости клубочной фильтрации от 30 до 60 рекомендованы препараты вне почечного пути выведения, это моэксиприл. Мощное артериальное гипертензионное действие, высокий антипротеинурический эффект у препаратов, которые имеют почечный путь выведения. Дает ли преимущество двойная блокада, когда мы комбинируем препараты ингибиторов АПФ и блокаторов ренин ангиопутензина? Значит, плюсы такой комбинации в снижении протеинурии, второе, в предупреждении развития ХПН, третье, снижение общей смертности и четвертое, снижение госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Минусы такой терапии, выше частота гипотензии, что требует корректировки и дозировки препаратов, выше частота нарушения функции почек, выше частота гипотензии и выводы. Комбинированная терапия ингибиторов АПФ и блокаторы ренин ангиопутензина приводят к увеличению рисков и не имеют дополнительных преимуществ у пациентов высокого кардиоваскулярного риска старше 55 лет. Целесообразно придерживаются ранее известной формулы, что БРА назначается при непереносимости ингибиторов АПФ. Если артериальное давление ниже 125 на 75, либо у сахарного диабета это 130 на 80, протеинурия меньше 30 и скорость клубочкой фильтрации выше 90, мы применяем вот эти группы препаратов, которые я ранее назвала. Целевое артериальное давление при сахарном диабете второго типа. Проведено исследование АКОРД, которое длилось 4,7 года. Снижение артериального давления у пациента высокого риска кардиоваскулярных событий менее 120 в сравнении с менее 140 не уменьшило исход фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий. Дальше здесь приведена таблица подбора терапии. Она не будет так подробно останавливаться. Она будет доступна вам. Препараты выбора. Ингибиторы АПФ при систолическом артериальном давлении выше 150. Первые это идут ингибиторы АПФ. Перендоприл, лизиноприл в дозировках перечисленных аналоприл. Либо БРА-2, лазертан, кандесартан, валсартан. Телмесартан. Это приведена таблица Дмитрия Адмитриевича Алиновых. Ингибиторы АПФ. Это единый побочный эффект их. Сухой кашель появляется у 50% больных. Частота возникновения кашля не отличается при использовании разных ингибиторов АПФ. То есть, если появился кашель на один из препаратов, не следует назначать препараты из той же группы, более какие-то новые, которые появляются. Все равно будет развиваться побочный эффект такой. Преимущество блокатора варенина-ангиотензина. Это побочные действия сведены к плацебо и наиболее выраженный антипротеинорический эффект. Недостатки. Повышение частоты ишемических событий и увеличение риска рака легких. Показания для назначения. Это сердечная недостаточность, диабетическая нефропатия, артериальная гипертензия, гипертрофия левого желудочка, перенесенный инфаркт миокарда, непереносимость ингибиторов АПФ и вторичная профилактика инсульта. Показания для назначения БРА. Непереносимость ингибиторов АПФ, вторичная профилактика инсульта и блокаторы кальциных каналов уменьшают риск инсульта и инфаркта миокарда в сравнении с БРА. Применение бета-блокаторов. Препараты выбора при ишемической болезни сердца после перенесенного инфаркта миокарда и сопутствующей хронической сердечной недостаточности. Бета-адреноблокаторы в комбинации с тиозидными диуретиками не должны применяться у пациентов с метаболическим синдромом и риском возникновения сахарного диабета. То есть они неприемлемы. Использование препаратов, значительно урежащих частоту сердечных сокращений, это от атенолола до бисопролола, приводит к тому, что отраженная волна возвращается в аорду в период систолы, а не в диастолу, что способствует повышению центрального АД и уменьшению коронарной перфузии. Тем самым мы прогностически не улучшаем состояние пациента. Диуретики это нетиозидные, медленные, эндопамид, конефрон и быстрые, это рассимид применяется. И рекомендации по лечению артериальной гипертензии 2007. Все диазидные и диазидоподобные диуретики, особенно в высоких дозах, не должны назначаться пациентам с бетаболическим синдромом. При этом препараты эндопамида не являются исключением. Диазидоподобный диуретик, ксипамид, низкие дозы, от 10 до 20 мг, несут в себе антигипертензионный эффект, без ухудшения липидограммы. Высокие дозы, от 40 до 80 мг, это действие, подобное петлевым диуретикам. Дозы теросимида и режимы назначения. Здесь проведены 3 схемы назначения, которые сейчас утверждены. Это дозировка от 5 до 10 мг, 2-3 раза в неделю применяется, 20 мг, 2-3 дня, перерыв 2 дня, затем снова 20 мг, 2-3 дня. И дозировки такие колоссальные, от 100 до 200 мг, 2 раза в неделю. Рекомендован также прием в середине дня. Комбинированная артериальная гипертензия терапия применяется 2-3 препарата. Резистентная артериальная гипертензия это невозможность достигнуть целевого артериального давления с помощью более 3 препаратов. Целевое артериальное давление это больше либо равно 140 на 90 при сахарном диабете. И ХБП это 130 на 80. Здесь опять же приведена та таблица, которая приведена была ранее, но дальше добавлена колонка, которая уже по лечебным таким моментам. То есть в первой стадии применяются ингибиторы АПФ и БРАМ, вторая стадия также, плюс какой-то препарат, если он необходим. В третьей стадии мы добавляем уже ксипогамму, максогамму, лиркамен и в четвертой стадии карвидилол. Анемия как независимый фактор прогрессирования хронического заболевания почек. Снижение гемоглобина на 5 грамм на литр, аналогично повышению систолического артериального давления на 15 мм рт. ст. Анемия считается состоянием, где гемоглобин менее 110 грамм на литр. Применяются препараты эритропоэтина и железа. При гемоглобине ниже 100 применяются внутривенные формы, это железо, это суфер, либо винофер на сегодняшний день, который применяем. При гемоглобине больше 100 фенюльс, мальтофер, тордиферон, то есть таблетированные препараты, железо содержащие. И статины назначаются при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и у лиц старше 40 лет при наличии одного или более рисков сердечно-сосудистых факторов. Целевые значения. Липопротеиды низкой плотности 2,6, 3 глицериды 1,7, липопротеиды высокой плотности 1 у женщин, либо...